Всем привет, это Роблокс История, и они не могли. Ну да, слегка страшненько, но ужасное совпадение это то, что машины выглядели одинаково. И вот, если что, сравнение. Говорят, что человек, который разбил ее в Блоксбурге, это тоже человек, который разбил ее в реальной жизни. Это довольно жутковато, но сейчас с ней все хорошо. Ну и давайте перейдем ко второму мифу. В 2014 году Коко Китон Зиру была самым обычным игроком до тех пор, пока она не встретила Юбули. Юбули в Анас начала писать сообщения, такие как Почему ты меня оставила? Не смейся надо мной. Меня обижают негодяи. Коко много чего ей писала, но все было без ответов. До тех пор, пока она не зашла на карту Юбули под названием Save Me. Ничего необычного она там не обнаружила, но когда она вышла, то ее аватар стал выглядеть вот так. А аватар Юбули поменялся на ее аватар. И она заметила, что Юбули написала ей сообщение. Вот что там было сказано. Спасибо, что спасла меня. С тех пор Коко пропала без... Мифа Роблокса. Однажды была девочка-инвалид в Роблокс, у нее не было ног, поэтому она создала карту под названием Nolex, как переводится без ног. Когда мы заходили на ее карту, вам давалась вещь, и вас выкидывала из карты. Когда вы одевали эту вещь, у вас не было ног, а потом вас перебрасывать на карту, и вы видели свое фото без ног. Карта была удалена создателем Роблокс, так как он испугался. Девочка начала мстить, и в самом начале, когда появилась карта Изи Тауар, Изи Тауар, вас перекидываем ее карту, тем самым выключая ваш компьютер и удаление Ака. Ее аккаунт был назван Nolex Girl, который был создан в 2008 году. В итоге ее удалили навсегда. Мифы Роблокса, часть первая Ред Хэт Нет, не Ред Кэт, а Ред Хэт В 2017 году один игрок играл в War Cat Pizza Place, и очередной раз доставляя пиццу, он увидел под каким-то деревом красную голову. Он особо не обращал внимания, думая, что это очередная пасхалка от разработчиков. Но когда он зашел в дом к заказчику, то он видел ту самую красную голову. Когда она его увидела, то она становилась все злее и злее, пока просто не выкинула его из плейса с джампскером. У игрока вылетел Роблокс. Он решил перезагрузить Роблокс, но потом он об этом пожалел. Ведь эта долбанная голова вечно его преследовала на каждом сервере. Он перезагрузил Роблокс где-то раз в десять, пока после перезагрузки не попал в таинственное место. Плейс назывался «Красный коридор», и в конце этого красного коридора стояла опять та самая голова. И она говорила ему такие вещи, как «Я слежу за тобой, оглянись, я за окном». И так далее. После наконец-то эта голова оставила его в покое, и он мог продолжить играть нормально в Роблокс. Но вы уже поняли, что он больше никогда в своей жизни не хотел играть в Роблокс. Ходят слухи, что когда он пошел в магазин покупать всякие вещи, он издалека увидел «Красную голову», но уже не в Роблоксе. Он решил подойти к ней поближе, но позже она исчезла. Жуткие мифы Роблокса, первая часть. Игра «Смайл» сделана именем пользователя по имени «Смайл». Ходят слухи, что люди получают сообщение от «Смайл», и он начинает говорить «Вы нужны мне здесь, в игре, и если вы войдете в его игру, это просто черный экран, но когда вы поворачиваетесь налево, вы что-то увидите». Это красная выцветившая голова с кровавыми глазами, и если вы подойдете к ней, вы почувствуете, что голова направляется прямо на вас. Когда вы приближаетесь к голове, ваш компьютер выключается. Когда вы снова включаете компьютер, устанавливаются для вас внутри игры. Когда вы вернетесь в Роблокс, вы заметите, вы вышли из системы, но когда вы снова войдете в учетную запись, она будет удалена. «Смайл» была именем пользователя, сделанным кем-то, но она была забанена навсегда-навсегда. «Что такая Джоан?» подчеркивание 1956. Ее профиль создан 28 июля 2022 года. В ее профиле Роблокс нет ничего особого, но если перейти к наклейкам, можно увидеть жуткую историю. Джоан нашла кролика, она решила показать его отцу, он сказал, чтобы она выбросила его. Джоан не стала его выбрасывать, когда отец заметил это, он расправился с ним и после заставил съесть его. Девочка не сделала этого, тогда отец взял топор, но тут же они помирились, у нее появился телефон, она решила скачать Роблокс. Она днями играла в Adapt.me, потому что там было много животных. Но на следующий день, когда она хотела вновь поиграть, отец стоял с ножом сзади нее. Также у нее есть вторая история. Миф про Амил Ехидекс появился в 2020-х годах. На ее аккаунте были плейсы, со странной историей из ее жизни. Всего три плейса. Вся история заключается в том, что ее отец психически больной человек. Он сошел с ума и убил мать Амелии. После этого он принялся за саму Амелию, но каким-то образом она смогла выжить. Отца отправили в психологическую больницу, а в скором времени Амелию усыновила новая семья, которую позже она убила. Непонятно, зачем она это сделала, но скорее из-за увиденного ее свело с ума. Также она находилась в группе по охоте за мифами. Видео проходит к концу и всем пока.